Чемпионат Республики по настольному теннису. Кто окажется лучшим в первом дивизионе страны? Днепр, Могилев, Высшая Лига. Подготовка к сезону и первый матч команды. О последних новостях спорта Могилевщины в нашем традиционном дайджесте. Об этом мы не только далее в нашем выпуске. Командный чемпионат Беларуси по настольному теннису собрал желающих попасть в высшую лигу со всей стороны. Из 20 команд только две сумеют оказаться там без дополнительных встреч. Еще двум придется свое место в лучшем дивизионе зарабатывать в стыковых матчах с аутсайдерами прошлого сезона. У представителей Гомеля планы не амбициозные. Для прохода дальше им достаточно повторить прошлогодний успех. В этом году 10 команд, как и в том году. Состав довольно-таки приличный. Много мастеров спорта, много кандидатов мастеров спорта. Ну, у нас команда в том году заняла первое место. Надеюсь, что Беларусь в этом году займет, как минимум, в тройке мы будем. Задача одна – занять призовое место. А так, ну, поиграть, пообщаться со старыми знакомыми, как говорится, ну и получить массу удовольствий от игры. Представители Могилева на соревнованиях по настольному теннису традиционно показывают хороший результат. Это возможно благодаря высокому уровню подготовки наших спортсменов. А как с этим обстоят дела на Гомельщине? На Гомельщине, ну, 5-6 детских и юношных спортсменных школ. Единственный минус, что у нас нет клубной системы, как в наших странных соседях. Если у нас была клубная система, то бы больше популяризировалось бы и больше бы людей, ну, и мальчиков, и девочек ходили бы заниматься настольным теннисом. Принцип «каждый сам за себя» на этом чемпионате не работает. Скорее, один за всех и все за одного. Остается узнать, как проще самим игрокам. Конечно, поприятнее лично мне играть командные матчи, потому что ты чувствуешь поддержку своей команды, ты играешь не один. И даже если, например, ты проиграешь, то у тебя есть еще команда, которая может удержать победу, и в итоге твоя команда выиграет. То есть, а если ты играешь одиночную, то, ну, ты играешь сам за себя, а если проиграл, то все. Как бы соревнования могут закончиться. На чемпионате Республики возрастного цен за нет. Здесь успех измеряется талантом. Шанс попасть в высшую лигу есть у всех. Большое значение здесь, опять же, имеет повышение спортивного мастерства. Для более молодых игроков это повышение рейтинга, набирание опыта, потому что здесь участвуют и более взрослые игроки, которые уже, может быть, не профессионалы, а в прошлом были профессионалы, которые имеют очень хороший игровой опыт. И обыграть молодым спортсменам, обыграть опыт их, это нелегко. На этом соревнования не заканчиваются. Уже в мае на Могилевщине впервые планируют провести турнир для самых юных любителей настольного тенниса. Днепр Могилев опять в высшей лиге. Хотя здесь нас, конечно, поправят. Не опять основа. Все-таки стоит отдать дань уважения чемпиону 1998 года. Однако мы помним, что по итогу 2021 года Днепр занял только пятое место в первой лиге. Спасательным кругом для Днепра стал футбольный клуб «Рух». Перед началом сезона он заявил, что не готов принимать участие в высшей лиге. По итогу Днепр в элитном дивизионе страны. Не растерял ли клуб своего чемпионского потенциала за прошедшее время? Давайте разбираться. Именно такими новостями были заполнены социальные сети клуба во время межсезонья. И если замену для главного тренера нашли быстро, им стал Евгений Молчин, который в прошлом году руководил молодежным составом Днепра, то с игроками ситуация оказалась явно тяжелее. Укомплектовать команду, в том числе и неплохими футболистами, конечно, получилось. Но о сыгранности говорить не приходится. Несколько человек из старого состава, много новичков и прошлогодние юниоры. Похоже, что перед главным тренером стоит непростая задача – сформировать единую команду уже по ходу сезона в высшей лиге. Попал я в Днепр через агента. Агент мне написал, говорит, есть такой вариант, в первую лигу, давай попробуем. Я подумал и принял решение, что нужно ехать, играть в первой лиге. Если раз не получилось в вышке, должно получиться в первой. Играл я в Слуцке, в высшей лиге. Целый сезон я играл, отношения с тренером у меня там были напряженные. Закончился контракт и все. Получается, я не проявился. Мне надо было, как-то сказать, возобновить карьеру должным образом. Поэтому я приехал в первую лигу. Из Могилева позвонил Петрович Молчин и пригласил приехать на просмотр. У меня был контракт действующий с Орши, я не мог приехать. Уладили все документы и я сразу оказался здесь. Была хорошая возможность приехать сюда, здесь хорошие условия. И приехал просто доказывать и хотел подняться на уровень немножко выше. Ну как первое впечатление? Первое впечатление просто супер. Я приехал, все понравилось и хотел здесь остаться. Каково это внезапно узнать, что ты игрок в высшей лиге? Утром мне пишет агент, типа, поздравляю, ты будешь играть в высшей лиге. Я сначала подумал, что это шутка. Потом в новостях увидел, что Днепр будет играть в высшей лиге. Я хотя удивился, но особого значения не придал. Ну высшая лига, значит высшая лига. Я уже играл, я ничего не боюсь в принципе. Начал читать новости, смотрю, да. И оказалось, что Рух прекратил свое существование, получается, в высшей лиге. И все, и мы вместо него, получается, зашли. Я был вообще впечатлен очень. Были эмоции только положительные. Все звонили, поздравляли. Прямо было кайф вообще. Как команда вас приняла внутри? Внутри все как бы отнеслись, но с пониманием высшей лиги. Как бы, ну ничего не поменялось. Мы так же тренировались и готовились к чемпионату, готовились к кубку. Ну я узнал, что у нас был выходной. У нас, по-моему, была товарищеская игра. На следующий день был выходной. Это, наверное, понедельник был. Ну и пацаны начали писать у нас там в группе, что вот высшая лига, высшая лига. И ну я думал, что может кто-то прикалывается. А потом пришел на следующий день. И да, нам объявили, что приняли, я так понимаю, власти города. Что команда будет высшей лиги. Ну, конечно, я думаю, что все обрадовались все-таки. Высшая лига есть высшая лига и себя показать. И там хочется играть на высоком, ну, по белорусским меркам уровне. Ну, я думаю, что все обрадовались. Но, в частности, я был доволен, что мы высшей лиги. Свой игровой сезон Днепр Могилев начал с товарищеских матчей. Разогревшись, команда вступила в борьбу за Кубок Беларуси. Однако уже в одной четвертой финала Гронинский Неман приговорил Днепр, забив три безответных мяча дома, а после сыграв в ничью в гостях. Насколько это тревожный звоночек для болельщиков? Для болельщиков может, по сути, для нас это абсолютно безразлично. Ну, то есть, ну, получилось так, да, проиграли. Ну, и что, нам надо сходить теперь, плакаться, что ли. Все, готовимся к сезону, через три дня мы начинаем. Поэтому у нас задача теперь только выходить и побеждать в высшей лиге. То есть, вы не обращаетесь на это никак внимания? Лично я никак не обращаю на это внимания. Я думаю, что каждая игра – это разная игра. Я думаю, мы к каждой игре подходим все готовыми, и каждый раз мы хотим только победить. Поэтому это футбол, и как бы бывает, да, такое, что мы можем проиграть, мы где-то можем выиграть. Поэтому это футбол, и каждая игра – это новая игра. Я считаю, наоборот, это плюс, что мы сыграли перед самим чемпионатом две официальные игры с командой высшей лиги. Прощупали, что такое высшей лиги, какой темп, какой уровень игры. Я считаю, это нам только плюс, две игры эти, которые кубковые мы сыграли. Вячеслав Левчук покинул Днепр, не проработав с командой ни одного полноценного сезона. Как игроки клуба отнеслись к назначению Евгения Молчина. Добрый тренер, добрый, решительный в своих действиях. Если он сказал, что играем в прессинг, значит, мы играем в прессинг. Если что-то не получается, да, напихает нам. Здесь ничего такого нет. Молодой, возрастной игрок, разницы нет. Мы абсолютно придерживаемся его установки. Хороший тренер, как бы все подсказывает. Где-то что-то требует, но это как должно быть. В принципе, отношение у нас с ним хорошее. Так же, как и со всеми ребятами. В команде идет здоровый диалог. Тренер сообщается как с молодыми, так и с ребятами постарше. Ну, внутри атмосфера у нас хорошая. И, ну, пока положительные эмоции, что происходит в команде внутри коллектива. Конечно, у каждого тренера есть свои какие-то нюансы, свои требования. К каждому тренеру приходится, конечно, подстраиваться в определенной ситуации. Ну, это так у нас профессиональная такая работа, что приходится подстраиваться. Одного тренера такие требования, а другого такие. Настоящее и возможное будущее Днепра мы обсудили и с новым главным тренером команды. Напомним, Евгений Молчин для клуба человек не новый. В прошлом году под его руководством молодежный состав команды Днепр-Юни стал лучшим в области и занял восьмое место во второй лиге. Каково стать главным тренером фактически нового состава и сразу оказаться в высшей лиге? Ну, во-первых, это большая ответственность. Это не только ответственность за себя, это ответственность за наш клуб. Клуб с традициями. Клуб, который, я считаю, это бренд. Поэтому для меня это и волнительно, и очень ответственно. Волнение, тревожность, оно у каждого тренера присутствует. Это всегда есть оно. Но мы понимаем, что это совсем другой уровень. Поэтому я к этому отнесся очень спокойно. И наш тренерский штаб, у нас люди такие, они опытные, поэтому здесь даже нормально к этому отнеслись. Судя по комментариям, болельщики не уверены в том, что команда сможет достойно выступить в высшем дивизионе страны. Насколько уместны повышенные ожидания к новому составу? Я думаю, что повышенные ожидания в Днепру. Мы в каждой игре будем играть на победу. Это самое основное. Я думаю, что ребят безразличных у нашей команды нет. Поэтому мы с первого тура будем играть только на победу. То, что у нас в прошлом составе осталось три человека. Но это, конечно, головная боль. То, что мы комплектовались спокойно, уверенно, шли. Здесь, понятно, молодежь, которая у нас подросла. Но надо им давать тоже шанс определенный. Есть легионеры, которые мы хотим пригласить, которые должны быть у нас. Но здесь вопрос стоит в том, что солянка, не солянка, так говорить нельзя. У нас сейчас единый коллектив. И в коллективе у нас, слава богу, находятся все те люди, которые на данный момент, которых бы я хотел видеть. Хотя прогнозы дела и неблагодарные, но мечтать не запретит никто. Мечта, она как бы банально не звучала. Я хочу, чтобы наш клуб был Еврокубка. Я не говорю, что это она сегодня и сейчас. Но у меня есть определенная своя мечта в жизни. И у команды, я знаю, ребят, мы хотим в Еврокубку. Пожелаем Днепру удачи. Будем надеяться, что команда нащупает свой игровой ритм и начнет претворять мечты в жизнь. Стартовала Высшая Лига Беларуси по футболу в первом туре. Противником Днепра стала Белшина. Стоит отметить, областное дерби прошло преимущественно под диктовку хозяев. Они держали мяч под своим контролем и имели массу шансов выйти вперед. Например, уже на 15-й минуте Бобручане могли ставить точку в исходе поединка. Но Пятигорца спасла штанга. Однако стоит отметить и усилия Могилевчан. Павел Теслюкевич чуть не забил на последних минутах первого тайма. Как и Могилевчане, Белшину в начале матча спас голкипер. Второй тайм также прошел со знаком минус для Бобручан. Сначала у команды не задались стандарты. А в конце и вовсе не удалось забить пустые ворота. Таким образом, дерби завершилось безголевой ничьей. Днепр набирает свое первое очко в высшей лиге и отправляется в Солигорск, где 3 апреля сыграет с Шахтером. Борисфен продолжает набирать очки. После того, как Гродно 93 прервали победную серию команды Кривоноса, у Рубона появились призрачные шансы тоже зацепиться за победу. Однако просто так могилевские рыцари расслабляться не собираются. После первой четверти казалось, что противники идут назря в ноздрю. Однако уже вторые 15 минут показали, что для Борисфена сейчас помех в чемпионате нет. Заработанное двукратное преимущество по очкам позволило могилевчанам безболезненно закончить игру. По итогу рыцари выигрывают 24 из 26 игр и сохраняют безоговорочное лидерство турнирной таблицы. Продолжение следует...